Всем привет, подпусечники! Есть такой кучерявый человечек, который мне скидывал видосы и говорил, я сделал режим для SP Worlds. Мы с ним связались, разрабатывали вот этот режим, ну как, я что-то говорил, он это делал, он от себя там дохренище сделал, и моими всякими еще советами чуть-чуть подполирнул, да, чтобы все нормально. А некоторые мои советы вообще не взял. Мы запустили этот режим на SP Worlds, он там что-то вылетал, но это все фиксилось вот по порядочку, как бы фиксы подходили, и, ну, последний D, он даже вылетал меньше, чем обычно. И в какой-то момент просто SP Worlds перестает работать, и оказывается, что этот, ну, вот Барн, который создал мясорубку, он брал неофициальные плагины. Он их, он брал слитые, то есть люди делают плагины, продают их, и он их брал слитые их версии, и в слитых версиях этих плагинов были вирусы. Нам написали с хостинга, сказали, здравствуйте, вы нам заразили нахуй всю машину вирусной, вы че там, типа, охуели, мы вам, ну, ограничиваем доступ к вашей машине. Хорошо то, что мы с ними, как бы, долго работали, Гена с ними договорился и сказал, дайте хотя бы скачать наши файлы, нам удалось спасти как его, SP Create, ибо пришлось бы все заново бы, ну, типа, вайпать, все заново делать, это был бы кринж. Вот, как минимум мы спасли SP Create, как максимум мы спасли весь SP Worlds. На данный момент SP Worlds либо уже запустился, либо потихонечку будет запускаться, и сейчас там будут, там, ГП что-то включится, потом через некоторое время включится Skyblock, и все такое. Вот, как бы, ну, нормальная тема, это потихонечку все будет проверяться на вирусню, да, где почистили, где не почистили, мясорубка пока не вернется. И у меня к вам вопрос, насколько будет, ну, справедливо то, что я скажу, да, и ну, мне вот это вот Андрюша предложил, и я, в принципе, предполагаю то, что возможно это, ну, так и надо сделать. Во-первых, по вине одного конкретного человека у нас не работали, ну, нельзя было создать аккаунт, потому что ты, ну, на SP нельзя было, короче, проходку купить на протяжении 3 дня, на любые из серверов SP, давайте так, вот, потому что надо же подвязать аккаунт свой, для того, чтобы на него проходку взять. У нас не работал ни один из режимов, у нас не работал SP World, ну, короче, у нас просто вся наша мега-корпорация стала из-за того, что чел, ну, вот, ну, вот так. Собственно, у меня вопрос, насколько, насколько оправданно будет вывести какой-то штраф, потому что, ну, ну, мы охуели. Второе, Андрюша вообще предложил его забубенить, но, ну, я не не настолько думаю, что жестко. Второе, есть еще вариант, но это не второй, это, возможно, они вместе должны идти, мы, мы это будем обсуждать. Андрей очень хорошую тему предложил. Как бы режим мясорубка что-то заработал, и я с этого режима, ну, ну, процент должен отдавать, естественно, разработчику этого режима, это типа окей. Ну, а что Андрюша предлагает? Взять его денег, на эти денег купить те же самые плагины, но купить их официальные, и как бы, ну, не работать на пиратском программном обеспечении, за его денег, за его долю взять, да, и купить эти плагины. Ну, и типа сказать, здравствуйте, слушайте, ну, раз вот так получилось, типа мы за ваши деньги покупаем, ну, эти же плагины, за то, что вы заработали. Вот, а если не заработали, то будущее за то, что еще заработает. Ну, и из, ну, прям реальных санкций, но я тут с Андрюшей согласен, слишком, ну, это как-то странная хуйня, но я слишком доверился, из-за видосов и все такого, мы никому из предыдущих админов сразу не давали доступ, типа, эй, эй, заливай, блядь, что хочешь, у нас были какие-то проверки и что-то такое, этому челу я сказал, да-да-да, давай, он топовый, реально, там режим мясорубка, топ, загоняем, и мы ему сразу дали доступ ко всему, теперь Андрей сказал, то, что Барн будет сначала Андрею кидать, Андрей будет проверять, да, и потом только, то есть это немножечко, или даже не немножечко, замедлит восстановление вот этого вот режима, потому что, или какие-то обновления в этом режиме, это замедлит, что довольно-таки обидно, но сам-то режим охуенный получился, я вот разочарован, но зато я не разочарован, что, представляете, сегодня, вот у меня был один день, когда я узнаю, что киношка, хуяк, и что-то не присутствует на всех площадках, и в этот же день я узнаю, что оказывается хуяк, и у меня нету из Поворлса, вот, а сегодняшний день, когда я узнаю, у меня, во-первых, что не болит яйцо сегодня, это уже, да, бонус, я узнаю, что из Поворлс возвращается, и я узнаю, что у меня охуенный голос, и я еще узнаю, что киношка возвращается везде, на все площадки, все отлично, вы представляете, как совпало, что самый мой страшный день, за одну неделю, переходит в самый мой счастливый день, вот, и все на хайпе, вот, вот такие вот у меня, господа, для вас, топи истории, yes, да, я очень надеюсь на то, что скины на амбар, там все сохранится, я понятия не имею, что там удалось спасти, что не удалось, есть шанс, короче, я объясняю, как я это понимаю, удалось спасти примерно все, но, если это примерно все заражено вирусом, и нельзя отрезать вирус от каких-то данных, ну, ну, сори, нам придется как-то восстанавливать по-другому, возможно, нам, ну, знаете, как можно будет, возможно, придется откатить донаты, именно, что у вас просто будет столько монет, на счету, и вы заново купите эти, ну, эти ангары себе, да, вот, возможно, вайпнется, кстати, весь режим, типа, я понятия не имею, что там восстановится, да, я поддержкой подрабатываю, если вы не знали, ну, вообще, мне как бы похуй, но мне почему-то просто эти оповещения от некоторых людей приходят, то, что типа, здравствуйте, вам пишут, короче, я вас попрошу читать без спойлеров, значит, у нас есть группа, сп сервера по майнкрафту, и туда пишут люди, там открыто, как бы, этот, в сообществе, там открыто, туда можно писать какие-то свои вопросы, например, я напоминаю, группа спорлд сервера по майнкрафту, например, Чел пишет, здравствуйте, понимаю, что по этому поводу нужно писать в техподдержку жопершопа, на этом можно было бы закончить, да, это сообщение, вот, он, ну, потому что он понимает, но, там не отвечают, я купил ключ, и, значит, мне там не отвечают, угадайте, сколько ему там не отвечали, три минуты ему там не отвечали, и он решил, что все, на него забили, его кинули, вот, ну, еще из интересного вещи, да, ну, допустим, ну, просто предположим, я хочу помочь этому человеку, да, я хочу разобраться в проблеме, я хочу сказать, блин, извини, там, жопершоп, да, тебе, этот профиль закрыт, вот, это, ну, как бы, это, это, весь его профиль, да, вот, ну, ладно, нормально, это типа бывает, ну, а сегодня у меня состоялась переписка с самым большим гением в мире, но, это такая переписка с неожиданными поворотами, я бы вам сказал, да, поэтому не читайте вперед, потому что, ну, вы тогда рофл потеряете, вот, давайте я буду перекрывать вам, для того, чтобы вы лишнего, этот, не спойлерили себе, так сказать, сообщение, да, я вот так вот сделаю, здравствуйте, вот, Кирилл пишет, здравствуйте, не знаете, что это за проблема, и, ну, я вас прошу ознакомиться, вот, смотрите, есть скриншот, невозможно подключиться к серверу, вот, ну, просто он кидает скриншот, и, ну, я, как IT-бахила, я должен вычислить по вот этому скриншоту, что случилось, вот, просто, по вот этому скриншоту, я должен понять сразу, в чем проблема, да, я должен ответить, я же в поддержке работаю, вот, вот, и, ну, я говорю, ну, я по тем данным, вот, знаете, вот тебе дается задачка, по там, и не знаю, там, по математике тебе дается задачка, и ты ее должен так или иначе решить, вот тебе дано, вот, есть дано, и ты же решаешь задачу, я вот, судя по вот этому дано, да, я, ну, предполагаю, что проблема в том, что невозможно подключиться к серверу, да, потому что, ну, тут очевидно красная надпись, да, невозможно подключиться к серверу, и я думаю, ну, скорее всего, вот в этом проблема, вот, я ему так и говорю, он мне отвечает, что, а как решить-то, классно, конечно, но как решить, ну, и мой, ну, Ну, естественно, мой топовый ответ, а я откуда знаю? Ну, потому что, ну, может быть, он бы мне, ну, предоставил бы скриншот того, что... Ну, например, есть ли у него лицензия? Подключен ли у него вообще интернет, блядь, да? Ну, ну, такие вот всякие. Но это меня, ну, меня не ебет, и его, собственно, не ебет, потому что, ну, я должен решить проблему по вот этому вот скриншоту, и все. Ну, и я, собственно, говорю то, что я откуда знаю-то, как решить проблему? Он говорит, ну, бля, так серв ваш-то, я думаю, ну, блядь, в принципе, справедливо, да? Типа, вот, я говорю, не уверен, там написано, что это сервер Майнкрафта. Ну, и действительно, опять же, давайте посмотрим на скриншот. Тут написано сервер Майнкрафт, тут не написано сервер пятерки, да? Вот, тут написано сервер Майнкрафта, я подумал то, что, ну, может быть, вот в этом проблема, то, что это вот Майнкрафты не разрешают. Он говорит, да ё-моё, и кидает вот такой вот скриншот, действительно, действительно, представляете, тут вот вписано. Вот, и я говорю, секундочку, действительно, ну, типа, ну, а как еще, да, действительно, тут еще написано, что вот вы, да, это вот я, вот, общался реально жестко, он говорит, ну, вот, я говорю, заходите, вам всегда рады, ну, все, типа, проблема, наверное, решена, он IP вписал наш, ну, все, ну, я как обычная поддержка, знаете, работаю такой, я еще думал, что, может быть, я буду косить под нейросеть, вот, вот, она говорит, алой, алой, блядь, ебаный сыр, и кидает вот точку, и опять вот этот скриншот, вот, ну, я думаю, давайте посмотрим еще раз на скриншот, он просто решил его еще раз скинуть, да, я думаю, может, я же здесь что-то потерял, да, может быть, какую-то информацию я упустил, но я подозреваю, что невозможно подключиться к серверу все-таки, да, вот, я говорю, этот, знаю, что я знаю, я не, а, нет, не знаете, в чем проблема, но я, я знаю, блядь, очевидно, в красной надписи, да, ну, так как я зайду, вот, я говорю, невозможно подключиться к серверу, чел говорит, я в ахуе, и вот этот вот перемернутый человек, я думаю, ну, а че, че я должен-то делать с этой, вот, ну, и я сказал, если вы продолжите общаться в таком тоне, я вынуждена буду закрыть этот диалог, я буду вынуждена это закончить с вами, понимаете, тут, вот, ну, он спрашивает, как мне решить эту проблему, ну, я, очевидно, отличаю, легко, ну, я, я, ну, конкретные действия, я не могу предоставить, но, скорее всего, легко эта проблема решается, если бы у меня было бы больше вводных данных, да, то, ну, в принципе, было бы нормально, я напоминаю, там будет неожиданный поворот в конце, реально, вот, и он говорит, ну, уже, вот, и я, ну, что я первое предполагаю, да, это, ну, действительно, хороший совет, вставьте, вставьте провод Ethernet в компьютер, да, ну, потому что, че это у него не получается, у него там крестик горит, да, красная надпись, невозможно подключиться, ну, я решил, ну, на его поле сыграть, ну, он, видимо, хотел бы, чтоб я поугадывал, в чем у него проблема, да, вот, это, это хуйня полная, это то же самое, вот, мне этот, в поддержку, в донаты пишут, привет, мне проходка не выдалась, кто ты, нахуй, кто ты, блядь, какой у тебя ник, с какой картой ты донатил, блядь, да, в какое-то время было, предоставь чек, не, не, мне не выдалась проходка, угадайте, кто я, угадай, вот, то же самое, ну, я решил поугадывать, я решила, да, я, это, Светлана, ну, скорее всего, проблема, да, была вот в проводе, это вот первое, что я подумал, я подумал, что еще было бы неплохо перезагрузить компьютер, вот, это тоже могло бы помочь, вот, и знаете, что, я даю вот этот потрясающий, реально важный совет, ну, потому что, если у вас не работает интернет, первое, надо что проверить, это провод этот интернетный, да, если он вообще в компьютере, вот, и он, оказывается, стал недоволен, вы представляете, он недоволен, он сказал, а есть еще админы, кроме вас, вот, что я неправильно сделала, я вообще, типа, не выкупаю, да, ну, что это такое, вот, ну, я скажу, этот, я спросил передать старшему админу ваш запрос, ну, я и сам себе и передал, собственно, да, вот, потому что никто эту личку, кроме меня, не считает, она вообще, типа, эта группа уже, как бы, мертвая, там, я не помню, когда последний пост был, реально, год там назад или что, вот, ну, и мне говорит, да, если не сложно, или как-то, как-то связаться с ним, и, кстати, смотрите, он говорит, что ему не помогло вставляние провода Ethernet в компьютер, он сказал, что ему не помогло, это удивительно, удивительно, ну, тут мои полномочия, все, к сожалению, вот, ну, и я пишу, странно, да, типа, ну, а что я сделаю, действительно, и потом пишет, ну, че, я думаю, ну, че, что, ну, че, вот, да, вот, он говорит, ну, че, ну, и я говорю, я кидаю вопросики и говорю, решили проблему, ну, и просто, смотрите, вот это в 14.46 было написано, и через два часа я ему отвечаю, просто, решили проблему, вот, вот так вот, ну, нормально, просто, вот, у меня, вот, в этот момент, самый пиздец происходил, как бы, да, он говорит, нет, я говорю, почему, я, ну, я уже решил, как бы, зеркально ему отвечать, да, с быком такой, он не может зайти на сервер, и он не спрашивает, почему ты не можешь, блядь, ну, типа, какого хуя, а он мне этот, говорит, каким образом, вот, смотрите, факт, да, каким образом, и я спрашиваю, это вопрос или утверждение, потому что, ну, это пора по-разному трактовать можно, вопросительного знака я не увидел, и я вопросительный знак поставил, да, между прочим, вот, он говорит, что это вопрос, вот, И, очевидно, я отвечаю. А откуда нам знать-то, ёпта? Откуда я что по скриншоту, ёпта? Ну, я уже решил, что всё уже, нахуй. Ну, откуда мне знать-то, в чём у него проблема? Вот. А он опять говорит. Так, так, ваш сервер, где мой? Вот, где мой же? Вот. А потом не мой он исправил, да? Я говорю, ну, у всех присоединяется, значит, у вас проблема. Где у нас же? И потом я не, ну, написал не, но я звёздочку эту не нашёл на телефоне. Я вот такую звёздочку поставил, она даже посимпатичнее выглядит, да? Вот. Ну, я у него спросил, типа, он говорит, пон-пон, а я говорю, не пон, не пон. Вот, ну, ладно. Я говорю, а у вас на другие сервера заходят? Он говорит, да, на другие заходят. Так, я уже думаю, ага. И говорю, а на какие, например, сервера у вас заходят? Он говорит, сейчас. Кидает какой-то сервер. Я захожу. Первое, что я вижу на этом сервере... А, переход по внешней ссылке. Жёстко. Ну, ладно, я не буду вам спойлерить. Ой, не буду вам показывать. Короче, спойлер. Там самое первое, что высвечивается, это донат за 10 рублей там высвечивается. Вот. Ну, я такой думаю, да, вот, ну, чтобы он сразу угадал, это вопрос или утверждение, да? Я говорю, это пиратский сервер. Вот. Это либо может быть вопрос или утверждение. Одно делается, что он у меня спросит. Вот. И он мне, знаете, что говорит? А разница? Я говорю, блядь. Действительно, ёпта. А разница-то какая нахуй? Вот. Это уже такое. Я думаю, нихуя себе. Так. Наверное, мы сейчас докопались до проблемки. Сколько там у нас ушло на это? Часа три, да? Наверное, уже всё. Проблемка сейчас решена будет. И тут я задаю контрольный вопрос, да? Вот. У вас есть лицензия? Вот. Ответ убил. Вот тут, это первый неожиданный поворот, да? Это, ну, такая, типа, опа. Угу, угу. Вот. И он говорит, я вчера играл. Ну, я думаю, нихуя себе, молодец. Типа, у человека лицензия есть. У него есть этот, вчера он играл, скорее всего, на мясорубке, на топовом режиме. Ну, и я его решил поздравить. Ну, я говорю, поздравляю. Ну, типа, ну, охуенно. У него есть лицензия, он играл вчера, типа, заебись. Вот. И он говорит, спасибо большое. Вот, видите. Вот. И я говорю, ну, он сказал спасибо. Я думаю, ну, раз я на нейросеть, когда мне говорят спасибо, значит, диалог закончен. И я говорю, играйте с удовольствием. Мы вам всегда рады. Вот. И, ну, я думаю, ну, все. Наконец-то он отъебется. Потому что, ну, вводных данных, ну, у меня чуть-чуть на больше стало. Ну, может быть, он все-таки компьютер там перезагрузит или что. И он пишет, представляете, я в ахуе x2. Я думаю, я не думаю, я говорю, чё хамим? Вот. Ну, это я такой тоже. Это я у Андрея Остера такой взял, просто чё хамим? Вот. Он говорит, а не хамлю я. Вот. И знаете, что потом случилось? Я пишу Андрею Остеру, говорю, слушай, Андрей, а сервер-то работает? А он говорит, нет. Вот. И я тогда понял, вот этот самый неожиданный, невероятный поворот, что все-таки мы были виноваты. Вот именно в этот раз все-таки, ну, проблема у нас была. Вот. Вот это самый страшный был поворот. Вот. То, что, вот, оказывается, ну, это единственное событие в жизни, когда Чебоксар оказался прав. Понимаете? Это вообще пиздец. Вот. Ну, он пишет три точки. А где можно было об этом узнать? От меня я вам вот сказал. Не, ну, в принципе, да, ну, нормальная тоже тема. А когда будет работать? Вот. Ну, очевидно, у меня ответ как бы спойлерный. Ну, когда будет работать, я, ну, просто сам не знаю. Он говорит, ебать. Я говорю, чё хамим? Вот. Ну, очевидно. Ну, и сейчас уже человечек, видимо, рад, что он легенда. Вот. Уже всё, конечно, нормально. Он актёр. Это всё постановка. Вот. И нормально. Запоминайте эту историю, потому что она ещё сыграет. Вообще на кайфе. SP Worlds 1.19.4. Мне сказали. Только, Денис, у меня нет модов. Давай чё-то сделаем. Так. Здрасте. Здрасте. Всем привет всем. Здрасте. У меня нет никаких эмоций. Ничего. Вот, туроператор. И паркуры. Играй в паркур-карты от игроков, свойства и паркур-карты. Давайте я позвоню Денису, чтобы он вообще рассказал, что это за режим. Но это такой чисто для кайфа. Сервачок такой. Алё, алё. 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 Ну, рассказывай, что за режим и что тут будет происходить. Вот, в общем, режим паркур-ы. Паркур-ы. Тут можно строить свои паркуры или играть в паркуры от игроков. Так. А если я, как игрок, построю непроходимый паркур, то что будет? А можно жаловаться на карту. Ага. А я бы сделал систему лайков-дизлайков, кстати, может быть. Ну, тут есть рейтинг и так, то есть, если заходишь... А. Ну, тут сейчас все, ну, как бы поскупились. Много на оценки, да, вот это? Слушай, я хочу ещё тебя похвалить. Как всегда, дизайн божественный, реально. Какое имя? Ну, вот дизайн спавна, ну, прям топ реально проработан. Я сюда добавил шерсть, которая, ну, как бы, тут можно прыгать, вот так поспал, ну, так фу, взлетать. А-а-а, это я из-за этого блока взлетел? Вау. Тут блоки паркурные есть, это вот синий блок скорость, серый блок это левитация, зелёный прыгучесть. А, это чтобы сразу научить... Ну, да, но можно их, в принципе, не использовать. Самые главные, которые надо использовать, это жёлтый блок, это блок финиша, и лаймовый блок, это блок старта. Так, а если я хочу пройти чей-то паркур, что... Вот менюшка. Так, ну-ка, подожди, меню. А, гля, играть, построить. Играть, допустим. Я выбираю ран... А, гля, во, рейтинг. Да, они отсортированы всегда по самым новым, но внизу можно по рейтингу отсортировать и по сложности. О! Сложность сами игроки выбирают себе. А это я, я сам кликаю на сложность? Ну, типа, когда создаю карту? Да, когда создаешь карту, ты её можешь менять в любой момент, поэтому сложность как бы от игроков. Подожди, а среднее время, это 33 секунды или 33 минуты? Это 6 секунды, да. Подожди, ну вот, допустим. А я не хочу сразу голосовать, я хочу идти играть. Ну, тут открывается как бы рейтинг, потом рейтинг игроков ниже и кнопка играть. Ага. Проголосовать ты всё равно не сможешь, пока не пройдёшь карту. Ага. Он, конечно, напишет, что проголосовал, но это как бы фейк. Ага. То есть надо её пройти. Так, я прошёл за 22 секунды. Да, и тебе открывается окошко, где ты можешь проголосовать сразу. Изменить рейтинг, да, нажать кнопку? На что конкретно? Просто... А, всё. На один из пяти. Ну, как бы в плюсик, да, я нажимаю в плюсик и всё. Да. Ага. А можно повторное использование сделать. Да, можно переголосовать. Ну, опять рейтинг ему изменить. Ты эту карту прошёл, ты как бы можешь рейтинг менять хоть сколько. Так, смотри. Ваши карты. Купить слот и создать. Три карты я могу сначала создать, а потом уже... Давай деньги, да? Да. Как бы... Когда её создаёшь карту, ты как бы можешь выходить, хоть сколько дней её создавать, но когда ты её публикуешь... А как мне её опубликовать? Вот компас откроет. Сложность. А, подожди. Сложность устанавливаете вы сами, чтобы игроки отталкивались от неё при выборе карты. А как мне её выбрать-то, бля? Вон тебя ещё в чате написало, помимо. Подожди, подожди, подожди. А, напишите в чат цифру от 0 до 4. 0 минерная. Ну, допустим, блядь. Ну, просто по приколу сейчас. Просто в чат пишу, да? 0. Готово. Так. Ещё раз. Блок ловушки. А, тут сразу, да? Да, и домой не подписаны, если навестись. Там информация всякая по этим блокам. Так, игроки видны. А как мне их убрать или как? Или всегда шерсть это... Это функциональные блоки, но любая шерсть будет. То есть, если ты эти удалишь, то, в принципе, любую шерсть можно оставить будет. Там просто как бы информация ещё на ней написана. Так, подписчики. Я надеюсь, вы сможете пройти мой нереальный паркур. А я потом могу удалить эту карту? Нет. Название. Смотри, нужно обязательно на карте установить старт и финиш. Ты вот старт не поставил, это зелёная шерсть. А, понял. Да, вот. Это где люди будут спавниться? Да. Ну и будет с неё таймер начинать идти. Так. Сейчас, название. И самое важное ещё, что когда публикуешь карту, у неё уже нельзя будет изменить никому. А, ну мне там можно? Так, название карты парк кур. Ладно, нажимай публиковать. Не, ладно, я усложню задачу. Ага. Короче, вот тут надо будет прыжок сделать. Сейчас. Вот такой сложный прыжок. А я могу несколько блоков финиша сделать? Можешь, но один всё равно. Любой сработает из блоков финиша. Ага. Ну всё, я публикую свою карту под названием парк кур. Публиковать. Что? Так, напишите в чат для подтверждения восклицательный знак паблиш. Сразу после этого карта будет доступна другим игрокам для прохождения. Редактировать карту больше будет нельзя. На карте запрещено строить оскорбляющие адвинов или любого человека постройки. Восклицательный знак публики. Ну знаешь, правило, чтобы под всё подойдёт. Да, 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 да. Чтоб сразу забанить. Так, паблиш. Оп. Так, и теперь все могут пойти играть. И где тут? Ой, я хочу твою пройти. А ну. Я сейчас... Ну там я так накидал за пару сек. И ваня. А красный нельзя, что ли? А как я, по-твоему, красный переключу? А, понял. Да, вот серый блок это левитейшн. Вау! Жесть, хуйня полная. Ты мне один поставил? Ну да, с удержкой я как бы, ну... Ни о чё, нельзя было? Так ты гений, слушай, это прикольная тема. Вот, и тут как бы мы соревновались. Ну, посимпатичнее бы сделать. Слушай, а я бы ещё сортировал по красоте, если честно. Ты не хочешь добавить? Ну, как бы рейтинг... Чтобы люди выставляли ещё рейтинг красоты. Именно, чтобы карта красивая, бежишь, кайфуешь. Ну, как бы это в рейтинг всё вкусно. Слушай, а как ещё? Вот, допустим, я сделал три карты. Это три твоей головы будет высвечиваться? Да-да-да, по головам. Слон-сосун, хардкор. Мирная, мур-мур. Побег из подвала, мадму. Вот это приключение. Жёсткий паркур. Сейчас, подожди, я хочу жёсткий паркур. Не, он реально жёсткий. Ой, ой, блядь! Блядь. Сейчас. А, слушай, а кто отвечает за проходимость вообще этого паркура? Сам игрок. А. Если не будет проходимо, то жалобу можно... Жалобу, нахуй! Я подпрыгнул, блядь, и упал. Жалоба сейчас. Хуйня. Пиздец. Я напишу. А кто это модерировать будет? Ты? Ну, вообще, пока я, ну... Может, кто-нибудь захочетесь. Чекпоинт и ПКМ. А что такое чекпоинт? А, я могу отсосаться назад. А, всё, выйдьте. Так. Ещё раз играть. А где тут моя? А, вот, парккур. Чё вы, суки, мне поставили так мало баллов? Я вам сделал, чтоб вы фармили очки. Блядь! А как понять, в какую сторону человек смотрит? Можно использовать часы, чтобы резко телепортироваться на последний чекпоинт. Блядь, слушай, а у меня люди спавнятся, в другую сторону смотрят, когда появляются. Может быть, надо написать правило, что человек на север смотрит, допустим? Да, это не важно. Ты, в принципе, когда сохраняешься, когда тебе старт пишет, то сохраняет твой взгляд. Или на чекпоинте. И когда ты будешь возвращаться... Не, вот я зашёл на свою карту, я задом спавнюсь. Не, ну, при старте, да, там будет определённый взгляд. Но это, в принципе, не важно. Ты можешь на старте стоять долго. Слушай, подожди, а может быть, поменяем блок старта на фиолетовую терракоту жареную? Она же со стрелочкой. Там можно как-то прописать, что из-за этой стрелочки направление человека будет при спавне? Вообще можно, но тут уже карты, как бы, так что-то и знаешь. Ну, короче, я понял. Ну, тогда надо просто уточнить, типа, на север будет человек смотреть при спавне или куда. Ты просто поворачиваешь, да? И когда старт пишет, у тебя сохраняет твой взгляд. И ты можешь на старте стоять, и твой таймер на ноль всегда будет сбрасываться. Ты вот можешь стоять и готовиться. А-а-а, да? Всё, я понял. Обязательно, как бы, резко, наверное, бежать. Так, хочу ещё, но чей-нибудь, у кого тут хороший рейтинг? Нет, не сложность. А-не, а ну. Это по рейтингу. Там надо ждать 5 секунд. Гля, у человека 5 рейтинг. Я должен пройти за 35 секунд. Сейчас, секунду. А, блядь, я в него играл уже. Блядь! А как выключить игроков? Я убрал хуйню по... Да я твою мать, блядь! Ты её убрал? Ну, перезайди просто на сирк. Она появится. Ага. Блядь! Сука! И за это вы 5 звёзд поставили, что ли? Пиздец. Да это невозможно толпой! Невозможно! Тьфу, блядь. Да ёб, блядь. А то... А как... Блядь! Да сука! Нет! Слушай, вот смотри. Я в другую сторону целюсь. Нажимаю спавн. А. И меня поворачивает почему-то. Да, вот когда пишется старт, сохраняется твоя... Да блядь! Да блядь! Да сука, ну это пиздец. Это хуйня! Это диз. Я жалобу отправляю, жалоба. Тут в общем чел, вот пока был все включен, он просто все рекорды бил по карту. Он везде сейчас в рекордах. Я посмотрел, как он проходит карту самую сложную. Я ну охуел. А можно просто спектатором реально побыть? Да, можешь. Сейчас, подожди, секунду. Капец, прикольно. Можно сделать паркур на тематику от ИК Ебланов. Ну, видимо, на все. Я бы сделал реально конкурс паркуров именно по красоте. А чтобы ты уходил, вот такой нихуя себе, типа, красиво. Вот, и нормально. Слушай, ну ты реально хайполок, Дениска. Это крутой режим. Да, вот. Ну, я правда паркур ненавижу, но я знаю, что ценители, типа, существуют. Трусы, леди-баг. Ты крутой, Дениска. А, скажи, масштаб паркура вот сам огромный можно делать или как? Да, там большая. Там не обязательно с центра начинать карту делать. Ты как бы можешь этот зеленый блок поставить сам возле барьера. Да, там много чанков, я не помню. 5 на 5, может, в сумме 25 чанков. Бля, прикол. Прикол. Ну, я бы сделал какой-то реально... Мне кажется, знаешь что? Вот в Бравл Старсе есть тоже там рейтинговые штуки. Я просто, когда проигрываю, я сразу дизлайк ставлю. Даже если, ну, красивая постройка, там, карта, я сразу диз ставлю, реально. Надо как-то реально сделать оценку красоты отдельно и отдельно оценку, это, ну, проходимости, сложности, общей удовлетворенности. Хотя, может быть, люди и так, и так будут оценивать. И нормально. Там, ну, как бы, если тебя карта бесит, везде я днёрку просто. Ну, так меня бесит, если я её пройти не могу, а вдруг она мега интересная. Ну, мотиватором к прохождению может быть, там, я не знаю, таблички с интересными какими-то надписями. Вот как в Майнкрафт Леджендс проходишь, и тебе катсцены за твоё прохождение дают. Вот тут тоже самое, типа, какие-нибудь постройки можно. А ты можешь потом сделать, чтобы гуглить ещё по названию можно было? Потому что потом тут будет миллиард карт, реально. Да, могу, но это должны, типа, сами люди рекомендовать какое-то название карты. Ну, вот-вот, да-да-да-да-да-да-да. Блин, ну ты гений, ты реально на приколе. А это уже режим работал, да, Думаю, Острима? Да, я просто, как бы, сначала в закрытом подвестили, там, с ребятами, потом я открыл. А где список рекордсменов, и что будет, если они с читами играли их? Можно будет из списка? Ну, тут античит. Ну, да, но смотри, вот тут будут общие топы, тут висят, потому что я пока не знаю, как высчитывать буду эти общие топы. Но в карты ты можешь зайти, там в топе, как бы, пять мест в каждой карте. А как, как это? Играть? И потом, вот, карту любой выбираешь. Ну, допустим, вот, моя парк хуру. Ага. Да, вижу, вижу, вижу. Я не верю, блядь, что чел меньше, чем за секунду мою топовую карту прошел, сука. Вот прям все в миллисекундах исчисляется с точностью до миллисекунды. А, не, ладно. Блядь, как он сделал это? Я оцениваю на пять звезд, сейчас, секунду. Блядь, да как он это сделал? А как он это сделал? С шифтом, что ли? Он вот так вот встал. И вот так сделал. Чё, блядь? Чё, блядь? Так, сейчас. Алё, чебу-пицца, съеби нахуй! Так, смотрите. Вот на вот этом пикселе нет еще, на третьем. Да, блядь. А ну, и теперь чё, я в топе, там есть? Нет, ты не за четыре прошел. За четыре там чё-то там... Там, вон, в чате твое время написалось. Блядь, чуть-чуть не хватило. Вот этот таймер, который я вывожу, он с задержкой обновлений в четыре тика. Ну, чтоб сильно... Ну, ладно, я понял, да-да-да. Нет, ну всё, я понял, это прикольная тема, реально, Дениска, ты гений. Ну, чисто так, на расслабончике, да, зайти, покайфовать там, реально. Повейпить. Егенатская культура. Это храм Святого Гены, тут мы служим по три смены. Отхлеби Святого Фила, чтобы тусовать красиво. Завещал Святой Геннадий, дав своей на благодати, Чтобы служба в его храме длилась днями и ночами. Служим по имя Гены, кусим, по имя Гены, денсим, по имя Гены. Это у них будет новый гимн у этой церкви? Пробуй свои проблемы, флексим, по имя Гены, славим Святого Гену. А те, кто его не славит, киданём через колено. Не, а это на хайп, отрочок. Но и всё равно пока не флексим на спавне, но на уровне. Служим по имя Гены, тусим, по имя Гены, денсим. Не, на хайпе, на хайпе. Я прям чувствую, как все эти в саундфаде было всё это включать. Бля, хайповое, хайповое тело. На хайпе. На хайпе, на хайпе. Не, это лайк.